всем привет сегодня у нас большой видео обзор очередной квартиры от студии градис находится она в жилом комплексе макаровский квартал и здесь практически чисто белая квартира и сегодня со мной катя это ведущий дизайнер вячеслав это строитель и мы все вместе для вас специально этот обзор делаем чтобы показать идею дизайнерскую и мастерство строительное погнали так ну что тогда давайте по пунктам сразу пойдем первое вот мы заходим сюда на квартиру и здесь просто все от застройщика насколько приходится все это вообще убирать выравнивать ничего не нужно для этого сделать у нас стоит все равно задача попроще чем дизайнеров нам нужно просто воплотить творческий полет фантазии дизайнеров жизни все то есть самое главное чтобы было соответствие визуализации и по факту что получается ну вот и все полмесяца работы и все а так то собственно все чё-то туда пришли полгода поработали ушли вот имеем то что имеем понятно а что делали здесь конкретно здесь делали все за исключением замены отопления то есть полностью меняли электрику водопровод полностью весь меняли перештукатуривали стены заливали полы вентиляцию делали правда не мы и не делали мы декоративку остальное деле все делалось нашими руками а вот вопрос кстати вот многие заказчики говорят мы хотим оставить штукатурку потому что но она уже есть выполнена мы якобы за нее заплатили но не якобы точно стяжка лежит нельзя что ли на штукатурку наклеить обои которые нам нравятся и на ту стяжку которая есть положить там паркетную доску зачем убирать обратите внимание на примыкание плинтуса к стене и к полу это должно само за себя все сказать от застройщика застройщик задают по снипу опаснее подопуске отклонения стены до сантиметра до сантиметра powerti откоду ни от вертикали еще по снипу не помню и соответственно и попалу идет разуклонка может быть на сантиметр повсего одному помещению по всем помещением это может быть ты разуклонкой это имеется ввиду пол будет под углом да и если мы делаем плинтус то там таких линия получается да для того чтобы выровнять соответственно Это нужно все снять и заново залить, так? Да, нам пришлось все это дело выравнивать, чтобы все полосочки, которые идут по комнатам, чтобы они были ровные. Ну, понятно. А вот также у нас есть много встроенной мебель. Например, кухня, ванная, душевая кабина. То есть там же стены еще в 90 градусов выравнивать, да? Это все пришлось? Или было все изначально в 90? Не встречал такой квартиры, где было все в 90. Не, не всегда делается все в 90. Просто на чертежах изначально задается ответственные углы, которые должны быть в 90 градусов. Потому что если все выводить под 90 градусов, может какая-нибудь стенка получиться сантиметров в 10 штукатурки. И, соответственно, ну, опять же, отталкиваемся. Если выравниваем стены, от чего отталкиваемся? От оконной стены, чтобы откосы были равные. От входной стены, чтобы откосы были равные. И оттуда уже пляшем, оттуда смотрим, можно ли все стены в 90 выровнять. Соответственно, мы производим обмер, согласовываем дизайнерам и заказчикам, а стоит ли все стены равнять. Потому что бывали прецеденты, когда стены выравнивали, там буквально 10 сантиметров приходилось натягивать. Ну, то есть не все стены надо, но какие надо равняем. Хорошо, ладно, сейчас по конкретике тогда пойдем. Короче, вопрос заключается вот в чем. Вот сейчас очень модно делать вот такие вот встроенные, скрытые, шинные треки. Что нужно сделать, чтобы его вообще смонтировать? И он получился таким ровненьким, аккуратненьким, вот без всяких вот этого вот всего. Нужно просто иметь прямые руки. Ну, ладно, расскажите, в чем секрет-то? А до никого секрета нету. Надо посмотреть на ютубе, как нормальные люди это делают и это повторить и все. Поняли, да? Ну, в общем, Вячеслав сейчас ролики скинет, обещал мне там фотографии, как они это делают в процессе. На самом деле, кажется, все просто. Ну, действительно, ну, вроде, а что тут такого делать? Но лично я в своей практике встречаю таких косоруких, которые умудряются сделать, ну, просто еще хуже, чем от застройщика. Вот прям вот так. А потом еще приходится переделывать, да? Вам же приходилось переделывать? Да, приходилось гипсокартоновые стены штукатурить и потолки. Вот, видите, до чего доходит. Ну, ладно, здесь же получается, чтобы вот этот светильник сделать, к нему же нужно там профиля подвести, потом нужно гипсокартоновым подклеить, потом нужно все отшпатлевать. Это же время занимает. Конечно. Насколько дороже такой светильник, чем просто вот навтыкать вот так вот накладных сверху? Светильник, ну, я могу сказать только по работам. Да, по работам. Ну, это, грубо говоря, порядка двух тысяч рублей погонный метр. Ну, вот примерно считайте. Слушайте, расскажите про дверь. Вот это скрытые двери, сейчас их очень модно ставить, но их же нужно ставить заранее, то есть пока стена еще не готова, так ведь? Нюансов везде много. Самое главное, дверь ставится вроде бы как бы по финишу. Вообще, в принципе, по уму, все двери ставятся по финишу после напольного покрытия. Оно при монтаже скрытой двери еще куча нюансов, куча штукатурки, и приходится ее иногда ставить после финишного покрытия, а иногда просто финишное покрытие каким-то образом подсовывать под дверями. То есть вам, как строителю, такие технологии не нравятся? Лучше сверху с обналичкой, бац, потом и все. Простые ремонты не скучные. Нет, на простые ремонты можно просто нанять бригаду на вид, она сделает простой ремонт. А нам, прорабам, что делать на простом ремонте? Нам скучно. Ну вот один из нюансов, который я, кстати, хочу показать, а вы расскажите, Вячеслав. Вот здесь плитка, это керамогранит толщиной 8 миллиметров, заподлицо с оштукатуренной стеной, а штукатурка там в миллиметр. То есть вот дизайнер Катя сказала, хочу, как она говорит, и Вячеслав говорит, сейчас все сделаем. Как сделать? Как, это всю стену надо как-то вытащить в этот уровень? Или там за штрамболем? У нас в этой квартире все стены шли под штукатурку. То есть нужно было гладкие прямые стены, соответственно, все стены шли под штукатурку. И, соответственно, когда готовили к штукатурке эти стены, маяки выставляли так, чтобы потом у нас плитка стала ровень со стеной. А, то есть вы заранее сразу же вот эту плоскость штукатурили? Мы штукатурили всю стену за исключением места под плитку. И потом ее уже доклеивали, да? И потом уже декоративщики выходили, и вот эта вот штука... Абсолютно верно. Вот так, ребята. Чтобы сделать вот вроде бы казалось вот так вот просто в один уровень, вот нужно так заморочиться в несколько этапов эту работу провести. Вот поэтому дизайнерский ремонт, который делается высококлассными руками, стоит дороже, чем просто ремонт совита. Смотрите, мы сейчас в гардеробе, здесь икеевские шкафы, а они одинаково стандартного размера, и под них делались вот эти ниши, чтобы выглядела как будто встроенная мебель. Вот чтобы так сделать, со стороны выглядит просто, нужно было заморочиться пипец как. Да, Вячеслав, расскажите, что здесь происходило? Как вы это все подгоняли? Самое главное – произвести точную разметку, учесть толщину гипса, ширину профиля, толщину шпатлевки, толщину обоев, толщину декоративной краски и все. То есть это вы так сидите на бумажке, высчитываете? Нет, она уже в уме есть. А, то есть там уже все эти... Ну, любой же сложный ремонт – это набор простых элементов. И если неопытному строителю нужно придумать, как это сделать, опытному нужно просто вспомнить, как она тоже делала. Ну, расскажите про плитку хотя бы нам. Что вы тут, как делали? Это чтобы вот плитка была, шкафы, все вровень, черт возьми. Смотрите, в 45 запилено. Вы, кстати, как запиливаете? Сами? Надфиль? Или на станок везете? На циркулярной пиле. Ну ладно, ну серьезно. Серьезно. Что, серьезно? Серьезно, на макидовской погружной пиле по шине. Ну, вот для того, чтобы понять, как лучше вот этот уголочек посмотреть. То есть он наружу, вот соединение трех углов. Тут фасад немножко мешает. Это плитка, чтобы вы понимали, да, вот это плитка просто. Это даже непонятно, что это плитка вообще. Обалдеть. Ну, то есть как добиться такой точности? Сейчас опять скажет. Прямые руки. И опыт. И опыт. Сколько опыта должно быть? Лет 25? Десять? Хватит? Отлично. У этого плиточника лет десять, не меньше. Что здесь еще? У нас же здесь есть скрытые люки. То есть их тоже как-то надо подогнать. Вот, смотрите, здесь у нас дизайнер придумал сделать экран под плитку. А это всегда очень заморочено. Соответственно, туда доступ должен быть. Это как-то нужно конструкцию придумать. Ну, вот, например, вот под целую плитку сделан такой специальный лючок. То есть они продаются отдельно, да? Да. Отлично. Смотрите, вот швы совпадают. То есть вот все это говорит о высококлассном ремонте. Не просто наляпали, а прямо вот все подогнали, рассчитали. Ну, это снимается все, да? Туда доступ, соответственно, имеется. Там система Аквастопа. Ну, это, то есть, понимаете, да? То есть вообще это всем рекомендуется делать. Система Аквастопа, это когда, если у вас вдруг протечка случилась, вода вытекает, там специальный датчик, контакты замыкают, и у вас перекрываются трубы водоснабжения. То есть все, больше вода никуда не пойдет, никак не затопится. Еще вам сигнал на телефон придет, вообще удобно. Вспомнил, что самое тяжелое было в этом санузле. Ну-ка. Повесить вот этот полотенцесушитель, он килограмм сорок весит. Расскажите. Ну, просто тяжелый. Просто тяжелый? Он килограмм сорок весит. А вы что, воду с него не слили, что ли, или что? Он электрический. А, он электрический, пара водов много, а что он такой, чугунный, что ли? Он стальной, внутри масла и греется теном. Ну, кстати, красивый. Респект, Катя. Да, да, Катя молодец, выбрала. Хорошо. А вы молодцы, повесили. Кстати, обратите внимание, вот смотри, получается он прямо по центру шва. То есть мало придумать, то есть дизайнер говорит, хочу по центру шва. На самом деле это не так-то просто сделать, потому что все время на стройке что-нибудь плывет. И получается, что размеры съезжают. Но вот Вячеслав выдержал вот прямо рот, четко прямо по центру. Это очень важно, выдержать симметрию. То есть это говорит об аккуратности и высоком уровне. Вот смотрите, плитка как стыкуется. То есть вот раз, два, и шов пошел поверху ванны. Видите, шов прямо вот. Все швы, если учесть, что все швы, вся плитка в этом санузле, она вся пилилась по длине. Потому что она была вся сколько? 900? 800. Да, то есть грубо. Под ванну пилилась, под вот этот проем пилилась, под дверной проем пилилась. То есть это все. Здесь, то есть обратите внимание, то есть вот видите, все швы, они переходят в какие-то углы. Или вот в центре полотенцесушителя. Для этого пришлось напилить, да, плиту? Да, это мы все пилили. Но кажется цельными, это невероятно, потому что, ну, как вот такая аккуратность, такого уровня. Просто вот здесь вот, кстати, под 45, видите, запилены. То есть угол, это значит, что никогда тут не испортите откос. Он выглядит аккуратно, нет никаких дурацких уголков. Просто фантастично. Ну и про розетки я уже говорил, они тоже в середину плитки приходят. Швы вот с этим рисунком, они тоже все прослеживаются, все очень аккуратно. Я вспомнила название полотенечка. Да. Лотен. 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 Катя вспомнила, просто лотен. Ребята, гостевой санузел. И Вячеслав говорит, что здесь все вздрогнули просто от этого санузла. В чем была причина-то? В том, что никто заранее, говорится, не предусмотрел, что крепление стекол в кабину, то есть оно делается снаружи, но в связи с тем, что у нас здесь шкаф, здесь у нас встроенный короб, его физически было невозможно сделать, уже в принципе была мысль, что придется перезаказывать кабину и какие-то другие крепления. Просто пришла безумная идея крепления, перевернуть его внутрь. О, как и получилось. Да, и получилось. Единственное, что пришлось дополнительно загерметизировать, чтобы внутрь вода не попадала. Так, в принципе, все. Ну, опять, как говорится, имейте прямые руки, да? Да, ну, единственное, что еще сложного здесь было, то, что фактурная плитка ее затирать было тяжело. А вот эта вот история вот с этим многогранником, который появляется, да, то есть это же вы делали по контуру вот этой кабины, да? То есть какой-то шаблон был или вы собирали, потом вычерчивали, как это происходило? Я не помню, остались ли у меня фотографии, но это мы вот в том гардеробе ставили, собирали душевую кабину к стене и делали шаблон, контур. И после этого выпилили, чтобы у нас все вот расстояния, чтобы они были одинаковые. Ну, то есть для того, чтобы сделать аккуратно, торопиться не надо, да? То есть вроде, а, ну все понятно, пошел лепить, да? То есть вы собрали, потом сделали макет такой. Этот макет приложили, то есть посмотрели, подходит, не подходит. Я же смотрю здесь еще вот край душевой кабины, он прямо по краю плитки и зеркала сделан. Ну, то есть никуда не заходит, он прям так, как надо, вот, вот, прям вот. У нас выбора не было, так было в чертеже. Понятно, но чертеж все равно бывает, меняется, то есть там стены выровняли, раз, размер. А вот для этого и существует авторский надзор. Не поспоришь, вот не поспоришь вообще. И здесь еще, кстати, обратите внимание, интересный слив. Ну, во-первых, вся плитка так распилена, что уходит в центр правильно. То есть это же вы тоже пилили специальным образом, чтобы вот вода вот туда вот вся текла. У нас получается, что отверстие сливное, оно на сантиметр ниже, чем крайние точки душевого поддона. Да, ну и получается, вся водичка спокойно туда уходит. И вот интересный слив такой, покажите, что это такое, эта плитка какая-то сверху лежит. Смак, положили туда. Ее положили неправильно. Что, попробуй еще найди. О, вот так оно должно быть. Ну и вот тут вот такие крепежи интересные. Вот они вот, чтобы вот эти не расшатывались. То есть вот такие упоры сделаны. Ну, в общем, вот такая готовая, интересная душевая кабина. Кстати, тут вот хранение тоже с ними. Смотри, как швы идут. Обрати внимание. Вот здесь. Вот унитаз, четко шов посередине. Кнопка четко посередине. У шкафа четко посередине идет соединение. Ну, то есть вот эти все вещи нужно смотреть. Светильник, да, четко вот идет по линии, вот по этой. Ну, в общем, на самом деле, как говорится, дьявол в мелочах. Да, вот это вот все соблюсти вроде бы казалось, но фигня. Но на самом деле, Вячеслав скромничает. Здесь большая работа, огромная проведена. Потому что это нужно все собрать, прицелиться, примерить. Не получилось подвинуть, отодвинуть, отрезать. Ну, капец, короче. В общем, ребята, обращайтесь к профи, понимаете? Самое главное, плохо когда переделать. Это время, это деньги, это боли. Ставьте ему лайк. Нам Катя рассказывала, что в этом помещении все проемы, дверной, на балкон, выведены по одной линии и даже вместе со шкафами. То есть для этого приходилось что-то опускать, что-то поднимать. То есть как здесь вот это все высчитывалось, вымеривалось? В чем была сложность, не сложность? Рассмотреть цифру, которая была в чертеже. Кстати, золотые слова. В чертеже стоит цифра, наша задача, чтобы она была такая, какая есть. То есть был с Катей согласован, допуск плюс-минус пару миллиметров. Все. Мы в это уложились. Нет, я просто понимаю, что выглядит просто, но на самом деле это не просто вот этот проем выдержать, под дверь выдержать проем, чтобы вот она четко там... Вот с проемом дверью, это задача дизайнера, узнать у дверников, у производителей уровень откоса. То есть это четко задано. То есть у нас вот есть, допустим, шкаф, он имеет свою высоту, и дверь, она тоже имеет свою высоту. Мы ее не можем изменить. Ну да, да, то есть они же все зафиксированы. То есть вот шкаф тоже, вот видите, то есть это все под одну линейку сделано, очень круто. А что за узел здесь, вы говорили, какое-то слово? А вот это сейчас не видно из-за шкафа, это сопряжение нескольких плоскостей. То есть у нас вот одна плоскость, вторая плоскость и третья. То есть три угла в одну точку сходятся. Ну вот, то есть вот эта грань и вот эти две грани, и они сошлись в одну точку, да? А в чем сложность тогда получается? Вы же говорите, все просто, что не так? Или это при выравнивании сложно, да? То есть вот внешний и внутренний угол совместить. Ну рассчитать, наверное, все толщины, чтобы они сошлись. Но получается здесь нужно что-то... У нас получается вот это. Вот у нас, грубо говоря, капитальная стена, гипсокартон, гипсокартон. И это просто совместить нужно. Нет, ну я так понимаю, что вот есть такая плоскость, да? Вот она. Ну вот у нас получается, что вот эта внутренняя плоскость должна вот с этой плоскостью. Соответственно, вот эта плоскость с этой плоскостью. Я тогда вот последний вопрос, наверное, задам. То есть все строители, которые работают с дизайнерами, работают по чертежам. Правильно? Да. И вы все время говорите, что главное выдержать размер там и так далее. Вы работаете с многими дизайнерами. Как оцениваете наши чертежи? Насколько хороши они? Отлично. Туда, туда. Отлично. Нравится оперативность очень сильно. То есть все вопросы можно решать оперативно. То есть встал вопрос, написал в WhatsApp, фотографировал. Ну, в течение, там, край часа все вопросы решены. Ну, это уже авторский надзор. Я хотел вот именно про чертежи узнать, потому что у нас заказчики все время спрашивают. Ну, они же не могут оценить? Я помню, для меня, как для строителя, достаточно чертежи. Потому что, опять же, на кого-то жалуются, кто-то говорит недостаточно, у кого-то что-то непонятно. То есть вот было ли понятно? Было понятно. И самое главное, не было разночтения, развертки и чертежей. Вот. Видите, ребята? Короче, чертежи хорошие, можно доверять. Правильно? Отлично. Спасибо вам большое, Вячеслав. Вы сделали великолепный ремонт быстро, полгода. Это очень быстро для дизайнерского ремонта. Это прямо вообще фух. И все сделано очень круто, очень идеально. Я, как дизайнер, доволен. Прямо вот на все 100%. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления и смотреть следующие крутые видео. Ну и до новых встреч, как говорится. Да пребудет с вами муза!